Религия в нашей жизни Сегодня в программе после беседы на тему Естественное Откровение мы расскажем о втором дне Поместного Собора Русской Православной Церкви, передадим сообщение нашего парижского корреспондента о проекте нового заветского закона о совести и религиозных организациях и передадим третью часть московской беседы за круглым столом, посвященной тысячелетию крещения Руси. В прошлый раз в беседе из нашей серии «Изложение христианской веры», говоря об отношении Бога к миру, мы сказали, что мир не только творится, но и содержится словами Божиими, и что по этой причине печать божественной красоты и смысла неотъемлемы от созданного Бога миром. Сегодня мы поговорим о Естественном Откровении. По верованию христиан божественная печать отмечает не только мир, но также человеческую личность, знания и творчество человека. Однако только Бог обладает полным знанием. Он один знает свое творение. Другие разумные существа, ангелы и люди, могут иметь познание в той мере, поскольку они приобщаются божественному разуму. Таким образом, человек может познавать Бога, мир и самого себя через изучение всего сотворенного. Такое знание можно назвать Естественным Откровением. Но такое коственное познание Бога всегда несовершенно, как несовершенно и сама природа, в особенности после того, как она была испорчена грехом. Естественное познание или Откровение уподобляется как бы виденью сквозь тусклое стекло, о чем говорит апостол Павел в своем послании к Оримфинам. Однако Естественное познание есть все же познание Бога и может с его помощью приблизить нас к Нему. Во всяком познании Бог присутствует не только как отраженный в природе, но и как сокрытая истина. Если бы человек не впал в грех, Естественное Откровение могло бы ему открыть очень многое. Но в течение человеческой истории Естественное Откровение было все более искажено грехом. Следствием этого искажения было появление языческих религий и домыслов языческих философов. Поэтому истинное познание мира возможно лишь путем личного Откровения Божия. Это и есть Откровение, запечатленное в Ветхом и Новом Заветах, особенно в Последнем. В свете Откровения Нового Завета смысл Естественного Откровения решительно меняется. Философия и искусство античности сохраняют некоторую ценность, поскольку они могут быть преображены истиной Нового Завета. Научное исследование сохраняет свою свободу и после Евангелия Христа, но лишь поскольку оно не навязывает учения, противоречащие Божественному Откровению и не противоречит собственной сущности, которой есть преимущественно вопрошание. Христианское искусство обязательно отличается от нехристианского, поскольку богачеловек Христос налагает на него свою печать. Это искусство литургическое, в нем приоткрывается свет Божьего Царства, иначе говоря, после Христа естественное Откровение имеет силу, поскольку оно освящено светом Божественного Откровения. Субтитры создавал DimaTorzok Мы передавали очередную беседу из нашей серии «Изложение христианской веры». В следующий раз мы коснемся вопроса, что такое вера. Голос Америки, Вашингтон. В эфире программа «Религия в нашей жизни». Продолжаем передачу. На Западе получен полный текст проекта о свободе совести и религиозных организаций в Советском Союзе. Он опубликован в последнем 29-м номере независимого еженедельника «Экспресс-Хроника». С подробностями об этом парижский корреспондент «Голос Америки» Арина Гинсбург. Московский независимый еженедельник «Экспресс-Хроника» предваряет свою публикацию следующим предисловием. В нашем распоряжении, пишет он, имеется неопубликованный проект закона, который должен регулировать деятельность религиозных организаций в Советском Союзе. По некоторым сведениям, говорится далее в предисловии к публикации, проект был подготовлен в Совете по делам религии. Вероятно, это лишь один из проектов нового законодательства, разработанного советскими юристами. О том, что новое религиозное законодательство находится в стадии разработки, неоднократно сообщалось в последнее время в Советской печати. Об этом же говорили и многие церковные и государственные деятели Советского Союза, выступая на Западе. Новый закон по замыслу его составителей должен заменить ныне действующее положение о религиозных объединениях, принятое Советом народных комиссаров в 1929 году и действующее поныне с небольшими изменениями, последние из которых были внесены в 1975 году, то есть в то время, которое сейчас принято называть эпохой застоя. Последние 15 лет это положение неоднократно подвергалось критике. Среди тех, кто писал и говорил о необходимости его изменения, были православные священники отец Глеб Якунин и отец Николай Ишлеман, церковный писатель Анатолий Краснов-Левитин, католические священники Литвы, а также лидеры незарегистрированных христианских общин, баптистов, адвентистов и пятидесятников. Однако в последнее время и сами власти признали наконец, что религиозное законодательство не соответствует реальному положению вещей и даже в определенной мере является дискриминационным по отношению к верующим. Тогда и началась подготовка нового закона, один из проектов которого опубликован теперь в последнем выпуске экспресс-хроники, датированном 17 июля. Новый закон, судя по проекту, будет называться «Закон о свободе совести и религиозных организациях в Советском Союзе». Уже в преамбуле этого закона говорится следующее. Свобода совести, отражающая отношение человека к религии, является одним из важнейших конституционных прав граждан СССР, реально обеспеченных советским законодательством. Строго соблюдая нормы международных пактов и соглашений о правах человека, касающихся свободы совести, советское законодательство учитывает содержащиеся в этих международных актах положение о том, что свобода исповедовать религию подлежит лишь ограничениям, установленным законам, необходимым для охраны общественной безопасности, порядка и здоровья. Комментируя публикуемый законопроект, один из редакторов «Экспресс-хроники», журналист Сергей Лезов, замечает, что новое законодательство, если оно будет принято, устанавливает для религиозных организаций значительно более благоприятный правовой режим, чем положение о религиозных объединениях 29-го года. В то же время он отмечает, что неясно юридическое содержание, которое новый законопроект вкладывает в понятие свободы совести. Так, в этом законопроекте содержится, например, такой текст. «Родители имеют право обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями». Эта норма, пишет Лезов, вступает в конфликт со статьей 57-й «Основ законодательства Союза СССР и Союзных Республик о народном образовании», где сказано, что родители обязаны воспитывать детей в духе высокой патриотической нравственности, а также с аналогичной нормой Кодекса о браке и семье РСФСР, в котором декларируется, что родители должны воспитывать своих детей в духе Морального кодекса строителей коммунизма. Статья 52. Как положительные моменты нового законодательства Экспресс-Хроника в своем комментарии выделяет, во-первых, признание за религиозными организациями статуса юридического лица, которого прежде они были лишены, в отличие от всех остальных общественных организаций. По ранее действовавшему положению церковь и религиозные организации вообще не могли владеть никакой собственностью. Все, что приобреталось для церкви на средства верующих или строилось их руками, автоматически становилось собственностью государства. Но этим не ограничиваются положительные нововведения законопроекта. Сергей Лезов, в частности, пишет в своем комментарии. Статья 13 законопроекта впервые вводит в советское законодательство основания для отказа в регистрации религиозного объединения. Это тоже следует считать изменением к лучшему. В православных кругах, пишет журналист, существует мнение, согласно которому несправедливое, жестокое, всем ненавистное законодательство 29-го года не знает никаких ограничений для регистрации. С правовой точки зрения, однако, замечает Лезов, дело обстоит как раз наоборот. Действующее законодательство устанавливает разрешительный порядок регистрации и при этом не предпринимает никаких ограничений для отказа. Решение о регистрации, говорится в статье 4 положения, принимается Советом по делам религий по представлению исполнительных комитетов областных советов депутатов трудящихся. При этом даже порядок обжалования не предусматривается. Следует также отметить, что законопроект теперь установил число в 11 человек, наличия которых достаточно, чтобы образовать религиозное объединение и ходатайствовать об его регистрации. Положение 29-го года требовало для этого наличия не менее 20 человек. Экспресс-хроника отмечает также, что законопроект снимает ряд ограничений, предусмотренных положением 29-го года в том, что касается отправления религиозных культов, а также не упоминает известных запретов положения, которые сводят деятельность религиозного объединения к одному только отправлению культов. Естественно, что многие места в законопроекте с точки зрения независимого журналиста остались недоговоренными. Например, он пишет, «Статья 7 законопроекта повторяет расплывчатую формулировку статьи 9 декрета. Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом». Положение 29-го года конкретизировало эту формулировку как запрет на всякое групповое обучение религии. Рассматриваемый законопроект не дает интерпретации этой формулировки. неясно, могут ли лица, имеющие специальное разрешение религиозных организаций, обучать религии группы несовершеннолетних. Таким образом, обсуждение будущего закона о свободе совести в Советском Союзе, как и закона о печати и закона о неформальных объединениях, началось сегодня не на страницах официальных газет и журналов, а в органах независимой печати, в экспресс-хронике, в журналах «Гласность», «Референдум» и других, само существование которых еще не поддержано никакими советскими законами. Арина Гинсбург, «Голос Америки», Париж. На позапрошлой неделе мы рассказали о канонизации девяти праведников, совершенной в первый день Поместного Собора Русской Православной Церкви, который с 6 по 9 июня заседал в Троице-Серговой Лавре. Сегодня мы поговорим о работе второго дня Собора. Утреннее заседание было открыто докладом митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира, управляющего делами Московского Патриархата. В его докладе «Жизнь и деятельность Русской Православной Церкви» были приведены некоторые интересные статистические данные. В настоящее время в Русской Церкви 6893 прихода, 67 епархий, 74 епископа, 6674 священника и 723 диакона, 21 монастырь с общим числом насильников 1190 человек. В двух академиях и трех семинариях обучается 1999 человек, включая учащихся на заочном секторе и в регенских классах. 4007 служителей Церкви получают пенсии. В своем докладе митрополит Владимир остановился на вопросах, которые, по его мнению, требуют своего разрушения с целью активизации внутренней жизни Церкви. В этой связи он указал на необходимость увеличения тиражей священного писания и молитвословов и развития издательской деятельности в целом, задачей которой является катехизация верующих и своевременная информация о церковных событиях, а также обсуждение реальных проблем церковной жизни на страницах периодических изданий. Особое внимание митрополит Владимир уделил подготовке квалифицированных преподавателей духовных школ, сохранении их уникальных библиотех и архивов и создания библиотех в епархиальных центрах и приходах. В самих церковных общинах, считает митрополит ростовский Владимир, необходимы не только образованные пастыри, но и священники, которые обладают высоким нравственным авторитетом и постоянно проповедуют православное вероучение. Нужно всемирно поощрять активность прихожан, особенно в области благотворительности, взаимопомощи и ухода за больными. Среди других задач, стоящих перед церковью, митрополит Владимир упомянул увеличение пенсии живущих на покое священнослужителей, создание домов для престарелых, подготовку церковнослужителей, централизацию ремонтно-реставрационных работ, создание условий для специальных кадров иконописцев, реставраторов, архитекторов, особенно в монастырях. В заключении митрополит Владимир Горостовский сказал, главным сейчас является укрепление соборного начала в жизни церкви. Принцип соборности должен пронизывать деятельность всех церковных учреждений в центре и на местах. По своему стилю и содержанию доклад митрополита ростовского и новочеркасского Владимира сильно отличается от выступления иерархов московской патриархии в прошлом. Мы подробно остановились на его докладе, чтобы показать, что в нем были сделаны такие предложения, которые в случае их реализации действительно смогут активизировать внутрицерковную жизнь. Следует добавить и то обстоятельство, что предложения митрополита Владимира идут в разрез с еще действующим драконовским законодательством о религиозных объединениях от 29-го года. Еще 2-3 года назад советские чиновники от религии за такие высказывания возможно заклеймили бы митрополита церковным диссидентом. Можно сказать, что доклад митрополита Владимира на Поместном соборе до известной степени показывает, что юбилей тысячелетия, совпавший с новой политикой перестройки, позволил ему достаточно смело говорить о внутренней жизни церкви. К сожалению, нельзя это сказать о следующих двух сообщениях на соборе внешней связи русской православной церкви, сделанном председателем отдела внешнецерковных сношений митрополитом Минским и Белорусским Филаретом и доклад, прочитанный митрополитом Ленинградским и Новгородским Алексием о миротворческой деятельности Московской Патриархии. То, о чем говорилось в этих двух выступлениях, много раз говорилось и в Андроповские дни, и до этого, в период так называемого застоя, и в хрущевские времена, когда иерархия Московской Патриархии, в то время каких церков подвергалось жесточайшим преследованиям, в торжественных выражениях пеклись о мире во всем мире и были озабочены конфликтами во всех регионах мира, а о конфликтах в собственном доме хранили гробовое молчание. Обязательской деятельности сделал сообщение долголетний председатель Израильского дела Московской Патриархии митрополит Волоколамский Юрьевский Петерим. В начале своего доклада митрополит Петерим назвал число периодических изданий, выпускавшихся Русской Православной Церковью в прошлом веке. К концу XIX века, помимо епархиальных ведомостей, выходивших в 61 епархии, известно 44 других епархиальных периодических изданий. Наряду с этим до революции 1917 года издавалось 256 наименований церковной периодики. Характеризуя современное состояние церковной периодической печати, митрополит Петерим отметил, что в настоящее время журнал Московской Патриархии единственное массовое церковное периодическое издание и в силу ряда причин не отвечает требованиям читателей. Митрополит Петерим подверг свое единственное церковное периодическое издание и некоторые критики. Перегруженность информационными сообщениями и материалами протокольного характера затрудняет появление на страницах журнала Московской Патриархии богословских и исторических статей, очерков и корреспонденций, рассказывающих о сегодняшнем дне церкви, поднимающих насущные вопросы церковной жизни. Хочется надеяться, сказал митрополит Петерим, что происходящее в наши дни изменение в общественно-политической жизни страны позволит найти новые подходы к организации церковной печати, в частности, пересмотреть номенклатуру и тиражи выпускаемых церковью периодических изданий. На фоне всего, что было сказано в докладе митрополита Петерима, показалось очень странным сообщение о том, что митрополит Петерим отклонил предложение советской власти издавать церковную газету. О том, почему митрополит Петерим отклонил это предложение, сделанное Константином Харчевым, председателем Совета по делам религии, редактор неофициального журнала «Гласность» Сергей Григорианц на пресс-конференции устроены 11 июня издателями независимого христианского журнала «Выбор» высказал такое предположение. Митрополит Петерим объяснил, что очень трудно с небольшими издательскими возможностями организовать выпуск газеты. Надо сказать, что издательский отдел патриархии числят в своем составе 150 человек. Это значительно больше, чем во многих газетах Советского Союза, не говоря уже об эмигрантских газетах за рубежом. На издание сравнительно небольшой газеты этих людей хватило бы с лихвой. На самом деле это то, что очень заметно проявляется у религиозных чиновников, причем не только в Русской Православной Церкви, но и у других в Советском Союзе. Они поставлены властью и не хотят активизации религиозной жизни в стране. Они боятся последствий для себя подлинной религиозности и подлинной веры в стране. К вопросу о церковной газете Глеб Онищенко, один из издателей журнала Выбор, на той же пресс-конференции добавил. Вопрос о газете это вопрос более серьезный, чем вопрос просто о газете. На самом деле можно сказать, что она практически существует, но она перемешана с журналом. Журнал Московской Патриархии представляет собой наполовину журнал, наполовину газету. Там масса информативных газетных материалов. Для того, чтобы журнал Московской Патриархии был настоящим журналом, эти газетные материалы требуют выделения в газету, но тогда встает вопрос о реорганизации издательства вообще, активной работы, и надо будет решить, чем заполнить оставшееся место. А чем его можно заполнить? Темами, которые запрещены для освещения в религиозной печати, то есть темами о современной церковной жизни, жизни приходов, темами эсхатологическими на которые наложен запрет, темами культуры и науки, которые нельзя освещать вопросами, связанными с воспитанием детей. Огромный пласт открывается, для этого надо перестраивать всю работу издательства. Будучи в Москве, я провел беседу Зои Крахмальниковой, составительницей сборников христианского чтения «Надежда». Эту беседу мы передадим в звукозаписи в одном из будущих выпусков программы «Голос Америки. Религия в нашей жизни». За свою издательскую деятельность Крахмальникова в 1985 году была приговорена к шести годам лишения свободы, но освобождена досрочно. Ее сборники христианского в чтении отличались сугубо религиозным содержанием. Ничего политического в них никогда не печаталось. В надежде публиковались материалы на темы, о которых теперь открыто пишут советские журналисты в советской же прессе. Но еще в 1984 году власти за это сажали в тюрьмы и концлагеря. Зоя Крахмальникова рассказала мне об одном инциденте, связанном с издательским отделом Московской Патриархии и который наводит на мысль действительно ли митрополит Петерим заинтересован в расширении издательской деятельности Московской Патриархии. Когда я вернулась из ссылки, сказала Зоя Крахмальникова, я подумала о том, что нашему православному народу необходимо христианское чтение. Надежда, которая имеет читателей во всем мире, недоступна русскому читателю. Я решила, что сегодняшняя перестройка, сегодняшняя гласность, дает возможность надеяться на то, что Московская Патриархия сможет поднять такую работу и издать душеполезное христианское чтение такого типа, какой была надежда. Семьдесят лет в России не издавалось такого чтения. Семьдесят лет не было ни единой книжки христианского чтения. И я убеждена, что православный народ не может быть православным, если он не будет знать сокровищ православия. Я обратилась к митрополиту Петериму и объяснила ему, что считаю делом своей совести, своим религиозным долгом проделать эту работу и сдать те десять книг, которые были мной составлены. Я предложила ему продолжить работу над надеждой, продолжить работу над христианским чтением и составить библиотеку, посвященную тысячелетию крещения Руси, в которую бы вошли множество текстов, необходимых верующему народу России. Я отправила ему два экземпляра письма, один на домашний адрес, другой в издательский отдел. Я получила уведомление, что письмо мое получено. Однако митрополит Петерим не ответил мне на письмо. Я не знаю, почему он не ответил, но это вызвало мое глубочайшее сожаление. Интересы церкви и экуменического сообщества, сказал на соборе митрополит Петерим, требуют от нас совершенствования творческих методов и улучшения качества работы. Сегодняшнее состояние дел, тенденция их развития позволяет надеяться, что издательский отдел московского патриархата, последовательно расширяющий сферу своей издательской информационной деятельности, в которой в современных условиях наиболее очевидно проявляется миссия церкви, окажется на высоте тех требований, которые предъявляет к нему русская православная церковь. Конец цитаты. Слова прекрасные. Но описаны нами два проекта, выпуск церковной газеты и составление библиотеки, посвященной тысячелетию крещения Руси, однако вынуждают несколько усумниться в искренности намерений заведующего издательским отделом московской патриархии. В следующий раз мы расскажем о принятом на поместном соборе новом уставе русской православной церкви. Вы слушайте голос Америки из Вашингтона. Мы продолжаем программу религия в нашей жизни. В последних двух выпусках нашей программы мы передавали в звукозаписи высказывания группы верующих о роли русской православной церкви в жизни современного советского общества. Эти высказывания были сделаны во время беседы за круглым столом, которую я провел, будучи недавно в Москве. На прошлой неделе получили ответы на вопрос о значении канонизации русской зарубежной церковью новомучеников и исповедников российских. В третьей части нашей беседы за круглым столом, которую мы сейчас передадим, я обратил внимание участников на то, что из всего до сих пор сказанного создается впечатление, что церковь в Советском Союзе находится в некоем вавилонском пленении. Должна ли она, находясь в положении свободы, вообще праздновать тысячелетие крещения Руси? А если нужно, то как праздновать? На этот вопрос первым ответил ленинградец Виктор Антонов. Я считаю, праздновать праздновать надо было, прежде всего, потому что тут, конечно, и Божья воля была, что обстоятельства сильно изменились, и вся страна, во-первых, увидела, узнала о православной церкви, многое из того, что она вообще никогда бы не могла узнать. Это раз. Кроме того, даже несмотря на те ограниченные условия и на тот помпезный блеск, который был придан этому празднованию, все равно, конечно, само празднование скажется благотворно на всей духовной атмосфере нашей страны. Хотя я лично не сторонник вот таких секулярных юбилеев, потому что тысячелетие крещения это юбилей возник под влиянием, конечно, немного секулярного сознания. Русская Православная Церковь праздновала только 900-летие крещения, и то праздновала она по инициативе Славянского благотворительного общества, то есть организации светской. Но еще раз повторяю, что в наших условиях, в наши дни такое празднование необходимо, нужно и очень благотворно будет. Глеб Анищенко, я думаю, что праздновать тысячелетие нужно было, обязательно нужно, потому что это ведь праздник не только всей иерархии, это праздник всей Церкви, а таких больших соборных праздников, когда вся Церковь себя чувствует единой, открыто, нам дано не было. Это может быть за все эти годы, первый раз, мы смогли посмотреть не только по-братски, похристосоваться, поцеловаться друг с другом, но посмотреть и вокруг совершенно смело и открыто, смотреть и в глаза атеистам, как люди равноправные, но тут стоят другие проблемы. Праздновать было нужно, но праздновать нужно было всем, а не устраивать праздник только для официальной Церкви. То есть все знают, что, ну я думаю, все присутствующие, по крайней мере, знают, как было празднование отмечено для независимой христианской общественности. Дважды были разогнаны историко-философские лекции, которые были устроены по инициативе журнала «Выбор». Было отказано в открытии храмов в Москве, поэтому праздник оказался омрачен подобными событиями. Андрей Бессмертный, вы знаете, был такой великий подвижник, хотя не христианин, но может быть близкий к тому, что отец Сергей Шелудков называл анонимным христианством, это Ганди. Так вот, День Независимости Индии, великий праздник для всей Индии, он встретил плачем, постом и молитвой. Он не вышел даже на улицу принципиально, потому что он знал, что после этого начнется, и начались страшные усобицы, вязня между мусульманами и индуистами, и христиане там, индийские попали, так сказать, в эту ситуацию. Таким образом, собственно, я имел в виду, что, конечно, праздник, это прежде всего надо было начать с покаяния, а не с каких-то таких помпезных торжеств, и уж большой театр тут как бы, ну, и совсем-то не очень, по-моему, даже не очень-то такой вкус был проявлен. И последнее, мне кажется, что праздник все равно, конечно, нужно было, как с родителями заметили Эктор Антонов, потому что сам факт празднования и предоставления средств массовой коммуникации показывают где-то по всей стране, это уже форма проповеди. Но праздник мы, во всяком случае, должны, и я думаю, что большая часть действительно здоровых, активных священников и епископов тоже, наверное, думают все-таки так же, я надеюсь на это, что этот праздник это не подведение итогов, а это отправная точка, что мы только готовились, мы были только христианизированы, а теперь должна уже начинаться воистину появляться христианство, христианская общественность, христианская церковь, христианский народ. То есть это начало, а это вовсе не в предвидении итогов. Владимир Зелинский, я думаю, что лучшим юбилеем, который могла бы отпраздновать наша церковь, было бы массовое издание Евангелия для народа. Андрей Бессмертный, и я полностью согласен с Владимиром Зелинским, и я думаю, что очень некорректно поступило наше правительство, видимо, просто не разбираясь, не имея никаких навыков культурных, уже утратив их, я говорю сейчас про администрацию, в котором в целом ведь мы все поддерживаем, поступило очень некорректно, не вернув к тысячелетию русской церкви название Сергия Пасад, и оставив этот город Загорскому. Выслушайте голос Америки из Вашингтона. Передаем в звукозаписи третью часть беседы за круглым столом, проведенной мною в июне в Москве. Следующей выступила Зоя Крахмальникова. Во всех наших сегодняшних сетованиях нужно, как мне кажется, отделить одно, сделать такое разделение между атеистической властью, которая позволяет что-то или не позволяет церкви, и между епископатом, который осуществляет, так же как празднество, осуществляет то руководство церковью, которую они взяли на себя. Как я вспоминаю вот этот праздник и вот то, о чем сегодня мы говорили, как он прошел этот праздник, мне все часто, чаще вспоминается пророческая легенда о великом инквизиторе у Достоевского. Там церковь превращена в послушное, комфортное стадо. Инквизитор честно говорит, мы исправили подвиг твой. Народ не должен читать Слово Божие в этой легенде. Он не должен быть, личность не должна иметь доступ ко Христу. Она не может знать Священное Писание. Вот Зелинский сказал, что для праздника важно было бы в этот праздник всех одарить Евангелем. Но вы подумайте, в храмах Библия стоит 150 рублей. Юбилейная Библия, которая выпущена к тысячелетию Крещения Руси. Нет молитвенников, нет святых отцов, нет христианского душеполезного чечения уже 70 лет. За книги за эти сажали еще вчера в тюрьмы и лагеря, в больницы. Религиозный самоздат, сами священники, я знаю один случай, когда в храме священник, увидя творение Ефрема Сири на болтаре вызвал староста, а староста вызвало сотрудников КГБ, они сделали обыски и изъяли эту книгу. Это то, с чем мы приходим сегодня в смысле нашего предания, священного писания, то, что необходимо народу. Поэтому мне кажется, что очень много было пропагандистских акций в этом юбилее. Хотя юбилей для нас очень дорог, это торжество наше, духовное торжество, мы повторяем вновь и вновь это. Но есть одна ложка горечи, которая в этой бочке меда, это то, что мы очень многое делали на показ. Это сегодня миссия епископата. Наши выездные епископы ездят на запад для того, чтобы нести корпус лживых идей, для того, чтобы рассказывать о свободе церкви, для того, чтобы лжесвидетельствовать. И тем самым они наносят вред не только нашей церкви, потому что церкви на самом деле вред нанести нельзя, она духовно свободна. Они наносят вред прежде всего своей душе, и потом наносят вред западным христианам, потому что христианство это мировой процесс, мы едины, мы верим в единую соборную апостольскую церковь, мы не можем быть расторжимы в духовном порыве, в духовном единении со Христом. Зачем искажать христианство, лишая его славы, его исповедничества, его мученичества, его утверждения дела Христова на земле? Зачем говорить о том, чего нет? Зачем вводить то самое новое, пропагандистское христианство, я бы назвала его христианство паттеистическое, которое сегодня навязывают атеисты, вчера навязывали и сегодня еще навязывают нашим проповедникам христианства, выезжающим назад. Священник Георгий Эдельштейн, мне бы хотелось разделить празднование тысячелетия Крещения Руси как праздник православной церкви и как праздник государства. Вчера мы все видели, что справа от святейшего патриарха сидит товарищ Харчев. Что ему делать на празднование тысячелетия? Совет по делам религии все годы своего существования занимался только одним, давил церковь всеми доступными ему способами. Кураедов на всех фотографиях всегда был справа от святейшего патриарха. На всех банкетах всегда присутствовал Кураедов. Почему православные христиане должны кормить и поить товарища Харчева и товарища Кураедова? Сегодня день торжества Русской Православной Церкви. Мы праздновали это тысячелетие потому, что 70 лет Русская Православная Церковь молилась за то, чтобы государство наше образумилось, за то, чтобы государственные деятели наши образумились. И сегодняшняя перестройка, по моему глубокому убеждению, это плоды молитвы Русской Православной Церкви и плоды мученичества, о котором сегодня так много говорилось. А Харчев здесь абсолютно ни при чем. Священник Валерий Лобковский. Что такое жизнь священника Русской Православной Церкви? Это непредстанная радость служения Господу нашему Иисусу Христу Христу на всяком месте владычества и его, но паче всего в алтаре в Божьем храме. Отец Сергий Булгаков в своих автобиографических заметках пишет о том, что он шел в православие, становился священником именно ради того, чтобы служить в алтаре Богу. В эти великие дни тысячелетия крещения Руси в нашей истерзанной атеизмом России очень и очень многие священники необоснованно отстранены от служения в алтаре. И потому в эти же дни 6 июня на частной квартире в Москве была отслужена этими священниками, которые не имеют возможности разделить пасхальную радость по случаю тысячелетия была отслужена литургия. Это была не просто литургия по чину Иоанна Златоуста, это была литургия гонимых. На этой литургии молились все присутствующие и духовенство, и миряне за освобождение узников совести, за тех, чье горе до сих пор не выполкано, за тех, кто смело проповедует Иисуса Христа распятого, не боясь никаких преследований. Мы также возносили бескровную жертву за наших гонителей, надеясь, что наступающее второе тысячелетие крещения Руси все-таки приведет к новым, более позитивным изменениям в политике государства по отношению к церкви. Далее говорил Лев Тимофеев. Российская православная церковь просуществовала тысячу лет и это замечательное напоминание. Но ведь праздник как официальное это не праздник церкви и об этом здесь сказано. И сказано о той роли, которую государство играет в организации. Я думаю, что уместно еще над одним вопросом задуматься. А почему вдруг-то? Почему вдруг государство оказало вот такую видимую, что ли, видимое благоволение к христианской церкви? Образумились? Что произошло? я думаю, нет. Я думаю, что атеисты не стали больше уважать духовную ценность православия. Я думаю, что просто, ну, попросту говоря, нужда приперла. ведь вспомним, что Сталин обратил свой взгляд на церковь в самое кризисное время общества во время войны. Так вот, не такое жили время и теперь. Не ищет ли государство обогатиться церковным авторитетом в глазах народа? Не ищет ли государство союзника себе? И печально, что ну, само по себе такое союзничество неплохо. Но, конечно, без признания греха своего, такое союзничество весьма опасно. Без исповеди нельзя идти на такое союзничество. Оно очень, очень чревато тяжелыми последствиями. И в этом смысле празднование тысячелетия это еще и урок. Это урок и церкви, и общества. Урок, который заставляет нас искать вот истинного отделения от государства. Я думаю, что авторитет, который ищет государство, он, ему должно быть противопоставлено иные искания. Искание способа дезидеологизации государства. Государство это структура. Государство это то, что и не должно быть одухотворено. И если государство ищет этой одухотворенности, это обман. Это обман, в котором нам надо разобраться. Чего хотят от общества? Куда хотят привести общество? Это очень важный и очень опасный момент в нашей жизни. Мы передавали в звукозаписи третью часть беседы за круглым столом, посвященную тысячелетию Крещения Руси. Эту беседу, в которой участвовало 15 человек, я записал в июне, когда в качестве корреспондента «Голос Америки» я был в Москве на опраздновании тысячелетия Крещения Руси. Продолжение этой беседы следует. А пока на этом мы заканчиваем данный выпуск нашей религиозной программы. Передачу составил вел священник Виктор Потапов. С Богом, дорогие радиослушатели! До следующей встречи в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова